Здравствуйте! Я Алексей Ерофеев. Это программа «Такой день», как всегда для вас. Самые важные и интересные новости региона. Сегодня выпуски. Взять ипотеку под невысокий процент станет сложнее. Как в стране изменились условия выдачи льготных займов на недвижимость? Обсудим в новостях экономики. Объясняют, что делать при определенной ситуации. То есть показывают, как проходить в укрытие и рассказывают, что делать. Уроки безопасности в школах региона. Как изменилось обучение ребят после выхода на привычный очный формат? Они приобретают новые навыки и умения в плане, допустим, развития двигательных качеств, выносливости, ловкости. Полезные путешествия для детей с расстройством аутистического спектра. Адаптивный клуб пешего туризма провел завершающий в этом сезоне поход. Это лишь некоторые темы. Подробности далее. Начнем с главного. Восстановление Шебекина. После массированных июньских обстрелов в городе продолжаются масштабные работы, в том числе в частном секторе. Наш корреспондент Сергей Черкашин побывал на нескольких строительных площадках. Дом на улице Свободы один из тех, что возводят с нуля. Хозяин вспоминает. После разрыва снаряда в ИСУ буквально вылетели две стены. Что говорить об окнах и фасаде. В тот июньский день семья находилась у родителей. Случай уберег. Хорошо, живы остались. Все нормально. Ребята начали строить. Мы довольны, что вообще, во-первых, быстро, качественно. Не несущие стены, а просим увеличить кухню или зал. Это все возможно. Все они идут навстречу. Ход работ оценивает и Юрий Сирота. Его дом на улице Попова тоже отстраивают заново. Новые планировки хозяин рад. Бойко рассказывает о большой кухне и системе проводки, предложенной электриками. Чтобы на каждый прибор была отдельная резетка своя. Это на холодильник, там на котел, тут на душенную. У подрядной организации, что работает на этих объектах, еще пять частных домовладений в Шебекино. Например, на Полевой и Речной. Все восстанавливают, учитывая мнение собственников. Я думаю, что Речная и Полевая, так как мы туда самые первые дни заступили, вот это где-то будет середина, наверное, октября. Середина октября. Здесь мы заступили чуть позже. Это значит у нас август месяц. Если там мы в июле, здесь это значит у нас август. Вот. Ну, я думаю, мы идем в ритме. По словам подрядчика, завершить все работы стараются к отопительному сезону. Сергей Черкашин, Александр Поддубный. Такой день на Мире Белогоре. Далее к новостям экономики. С завтрашнего дня в России меняются условия выдачи льготной ипотеки. Причем сразу по всем действующим программам, включая ту, которая рассчитана на семьи с детьми. Теперь взять ипотеку под невысокий процент станет сложнее. Особенно тем, у кого не очень много денег. Михаил Перетокин разбирался в изменениях и прямо сейчас расскажет нам о них. Миша, здравствуй. Привет, Леш. Слушай, что случилось с льготной ипотекой? Она станет менее доступной, поскольку повышен первый взнос. Если раньше заемщик мог взять льготный кредит, накопив 15% от его суммы, то теперь придется вносить 20%. А значит, меньшее количество людей смогут позволить себе купить квартиру по невысокой ставке. Изменения вступают в силу 20 сентября, то есть уже завтра. Ужесточая условия выдач, правительство хочет снизить спрос на жилье по субсидируемым программам. Такая ипотека стала слишком сильно доминировать на рынке. Под льготный процент выдается уже около половины всех ипотечных кредитов, а для нового жилья – 9 из 10. Это создает опасные искажения на рынке недвижимости. Так, квартиры от застройщиков в Белгородской области сегодня обходятся на 38% дороже, чем с рук. Еще три года назад эта разница составляла всего 17%. А все потому, что на вторичном рынке нет льготных программ и ставки по ипотеке намного выше. В итоге люди покупают жилье, которое сразу после заключения сделки теряет до трети своей стоимости. Только потому, что из первичного рынка переходит на вторичный. И если квартиру понадобится продать, то вырученных денег не хватит даже на расчеты с банком. Миш, ну неужели цены на жилье после этой меры начнут опускаться? Как-то в это слабо верится, но не припомню я такого в истории нашей страны. Таких прогнозов и в этот раз точно никто не дает. Минстрой лишь хочет охладить первичный рынок. По оценкам ведомства спрос может упасть на 20%. Это чувствительно, и если не опустит цены, то точно замедлит их нынешний безудержный рост. Так, в Белгородской области за три года квадратный метр подорожал уже почти вдвое и продолжает расти в цене. Даже несмотря на наш приграничный статус. Белгородская область В нашей области число их владельцев растет двузначными темпами. За год почти на 30% или на 70 тысяч человек. Но далеко не все эти люди реально идут на биржу. В большинстве случаев счета остаются пустыми. По статистике Центробанка это участь двух из трех открываемых брокерских счетов. Все дело в маркетинговой активности банков, многие из которых работают с брокерами в партнерстве. А потому такие счета зачастую открывают просто в придачу к вкладам или другим банковским продуктам. Иногда даже без посвящения человека в суть. В отчетах Центробанка можно заметить и ощутимый рост активов белгородцев. К началу июля у жителей области на счетах было 56 миллиардов рублей. Это на 15 миллиардов больше, чем год назад. Правда, этот рост тоже скорее номинальный. За год очень сильно выросли котировки российских акций, в которые в том числе инвестируют жители региона. Эта динамика и обеспечила большую часть прибавки в портфелях. Кстати, для тех, кто держит на руках бумаги иностранных компаний, есть хорошие новости. Возможно, уже скоро доход по ним удастся разморозить. Указ о начале этого процесса в сентябре подписал президент. Предполагается, что схема заработает с 15 декабря. Так что кому-то повезет получить долгожданные дивиденды в качестве новогоднего подарка. Эх, а у меня вот, Миш, нет акций иностранных компаний. Ну, как, собственно говоря, и российских. Так что, видимо, останусь без подарка. Тогда подарок с меня расскажу, как открыть счет и начать инвестировать. Хорошо. Только сделай это через неделю в «Новостях экономики» для всех наших зрителей. До встречи. Продолжаем выпуск. С началом нового учебного года большинство школьников региона вышло на привычную очную форму обучения. Однако ситуация, связанная с текущей оперативной обстановкой, обязывает педагогов оставаться на чеку. Для ребят регулярно проводят уроки безопасности и практические занятия, которые помогают наработать навык быстрого реагирования на случай чрезвычайной ситуации. Затем, как проходят такие практикумы, наблюдала Анна Свидовская. Здравствуйте, ребята. В школе села Крутой Лук. 230 учеников. С начала осени по новым стандартам на входе ребят встречают дежурные. Преподаватели, родители или сотрудники местной администрации. Следят за соблюдением правил дорожного движения, а также, чтобы в здание не проникли посторонние. Родителей такая система устраивает. Я считаю, что это все обосновано и это все нужно. Безопасность на высшем уровне. Ребята, как и прежде, спешат на занятия к 8.30. По понедельникам – патриотический час. Уроки безопасности каждое утро. Он идет 20 минут. Объясняет, что делать при определенной ситуации. То есть показывает, как проходить в укрытии и рассказывает, что делать. При обстреле, при нападении. Проводят занятия в смешанном формате. У всех классов свой кабинет и индивидуальный график. Первый поток у нас на данный момент сегодня. Первый класс, третий класс, пятые классы, восьмой и девятый. Завтра эти дети остаются на дистанционном обучении полностью по всем урокам. Но приходят на очное обучение все остальные ребята. По новым правилам, одновременно в здании может находиться столько учеников, сколько вмещает укрытие. В нем все необходимое, в том числе средства связи. Кроме того, в школе предусмотрены и меры антитеррористической безопасности. По периметру 58 камер видеонаблюдения. Для удобства детей на всех запасных выходах – замок антипаника. Двери оснащены специальной системой. Школу можно покинуть через любой выход. А зайти можно только через центральную входную группу, где есть охранник и установлен металлодетектор. Кстати, родители, которым, к примеру, нужно встретиться с преподавателями, тоже могут пройти на территорию школы. Однако после согласования с администрацией – окончание всех уроков и при наличии документа удостоверяющего личность. А в разуменском векторе успеха – навыку быстрого реагирования ребят обучают в игровой форме. В школе более тысячи учеников. Их разделили на два потока. Первый – утренний, начинает обучение с 8.30. Второй приходит уже после обеда. Подвал с учетом всех особенностей вмещает около 700 человек. Здесь все необходимые запасы на первое время. Вода, продукты, предметы личной гигиены, медикаменты. Оборудовали и санузел. По нормативу спуститься в убежище необходимо за три минуты. Но некоторые классы ставят рекорды. Справляются за минуту 50 секунд. Другая импровизированная ситуация – террористы в здании. Дети должны забаррикадировать двери мебелью, а после расположиться как можно дальше от окон, ожидая команды отбой. Мы хотим довести до автоматизма умения детей, прежде всего, собраться, не паниковать и знать, где они могут укрыться от опасности. Не только детей мы готовим, но и учителей к этому. Надо сказать, что очень помогает в этом нам дневник безопасности учителя, где есть уже и темы, на которые нужно обратить внимание. Такие занятия здесь проводят три раза в неделю. Анна Свидовская, Вадим Кулинич. Такой день на мире Белогорья. Продолжим тему безопасности, но теперь на дорогах. Более сотни пешеходных переходов около школ привели в соответствие с требованиями национальных стандартов. Речь о зебрах, которые находятся на дорогах регионального значения. Строительно-монтажные работы велись все лето. В частности, в Алексеевском городском округе оборудовали 12 объектов. На это направили порядка 12 миллионов рублей. Общая стоимость по региону составила 52,5 миллиона рублей. Было дообустроено 119 пешеходных переходов. Соответственно, при этом было установлено 8 970 метров погонных перильного ограждения, 3950 метров квадратных пешеходных дорожек-тротуаров и подходов к ним. Также были установлены 14 комплектов освещения на данных пешеходных переходах. Также заменены были вышедшие из строя светофоры типа Т7. И также заменены искусственные дорожные неровности. По словам специалистов, такие меры дисциплинируют детей и родителей как участников дорожного движения, а знаки ограничения скорости и искусственные неровности – действенная мера для водителей. А в Яковлевском округе продолжают ремонтировать участок трассы Белгород-Граево-Ронкозинка протяженностью почти 6 километров. В нормативное состояние приведут отрезок от выезда из Тамаровки до села Серетино. Работу ведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Что уже успели сделать и как изменится часть опорной сети региона, узнал Кирилл Мусаев. Белгород-Граево-Ронкозинка – трасса регионального значения. Соединяет несколько районов. Сейчас внимание дорожников сосредоточено на отрезке Тамаровка-Серетино, который изрядно износился. И дело не только в подошедшем межремонтном сроке. Из-за большого трафика со временем здесь образовалась колья. Простых латок уже недостаточно. В данный момент на объекте задействован асфальтоукладочный комплекс. Непосредственно сам асфальтоукладчик, два катка, несколько самославов. В общей сложности около 10 единиц техники. Старый асфальт убрали фрезой и использовали для укрепления обочины. С помощью экскаватора и щебнеукладчика расширили проезжую часть с 6 до 7 метров. Будет просторнее и, соответственно, безопаснее. Затем уложили 7 сантиметров нижнего слоя асфальтобетона. В ближайшее время закончит верхний щебёночно-мастичный. После окончания укладки верхнего слоя, через неделю, после того, как окислится битум, будет нанесена разметка на проезжую часть. Следом будут вестись работы по обустройству придорожной полосы. Установка дорожных знаков, ливнёвок, ремонт водопропускных труб. Отремонтируют и остановки. В октябре уберут старые автопавильоны, установят новые. Также обустроят и заездные карманы. На ремонт отрезка трассы Белгород-Грайлоран-Козинка выделили более 150 миллионов рублей. Это средство опережающего финансирования. Участок регионального значения входит в 15 других, обновления которых запланировали на 2024. Однако, благодаря казначейскому кредиту в размере 1,8 миллиарда рублей, все объекты планируют закончить уже в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Кирилл Мусаев, Виталий Петренко. Такой день на Мире Белогория. Второй год подряд в России проводится региональный конкурс, организованный фондом «Органика». Его цель – популяризация темы органической продукции среди школьников 5-7 и 8-9 классов. Он стартовал 1 сентября в школах Якутии, Краснодарского края, Московской и еще трех областей. Вчера к участникам присоединилась и наша Белгородская область. В Тавровской школе «Формула успеха» прошел первый урок. Вместе с учениками на нем побывал и наш корреспондент. Как начинаете, какой это продукт? Руки, где руки? Левая, правая. Как показал опрос в начале урока, не все школьники способны сразу определить, органический продукт перед ними или искусственный. Цель конкурса – устранить такие пробелы в знаниях и рассказать о преимуществах органической продукции и особенностях ее производства. Об органике знают мало не только дети, но и взрослые. Что такое органическая продукция, какая ее польза для человека, для экологии. На сегодняшний день представляет, наверное, не более 1% живущих в Российской Федерации. В рамках конкурса подготовили общеобразовательную программу, рассказывающую об основах органического потребления. Таким образом, подрастающее поколение заставляет задуматься о здоровом образе жизни, использовании экологически чистой продукции, а также бережном отношении к окружающей среде. Что может быть важнее, чем то, что мы едим. Поэтому проект «Органика» как-то из лучших этому вопросу отвечает. И мы надеемся, что дети будут осознаннее подходить к выбору продукции. И самое главное – нести эту информацию дальше, распространяя именно достоверную. Образовательный этап продлится до Нового года. Школьники больше узнают о земледелии, органической продукции, осознанном потреблении и перспективах его развития. Уроки включают в себя практические задания, использование наглядных пособий и интерактивных элементов, которые делают весь процесс изучения еще интереснее. По итогу всего курса младшая группа составит азбуку «Органики», то есть это будет иллюстрацией. Старшая группа напишет «СЦ» по «Органике». Лучшие работы опубликуют в «Альманахе-органике», которые сдадут по итогам конкурса. Победители и лауреаты получат денежное вознаграждение. Влад Калинин, Александр Сысоев. Такой день на мире Белогорья. К другим темам. В Белгородском районе адаптивный клуб пешего туризма провел завершающий в этом сезоне поход для детей с расстройством аутистического спектра, подопечных региональной общественной организации «Синяя птица». Такой проект реализовали при поддержке одного из крупных предприятий региона. Собрать рюкзак, поставить палатку, оказать первую медицинскую помощь. Подобные вылазки для ребят и их родителей – маленькие победы, одержать которые помогает опыт и оптимизм инструкторов. Убедилась в этом Алена Хлудеева, которая вместе с юными туристами отправилась в небольшое путешествие. Собрать рюкзак, поставить палатку, приготовить еду в походных условиях, оказать первую медицинскую помощь. Все лето эти ребята отрабатывали полезные для каждого туриста навыки. Время подводить итоги. После переклички отправляемся в путешествие по Дубавскому парку. Буквы забираем! Конечно, для ребят с расстройством аутистического спектра такие вылазки сродни маленькому испытанию. Но вместе юным туристам не страшны любые трудности. Главное – горящие глаза и дружная команда, которой предстоит пройти не одно испытание. К примеру, переправиться через реку. Мне понравилось было ее авно и даже родник. Шестилетняя Катя занимается рисованием, танцами, адаптивной физкультурой. Для нее это уже второй тур-поход. Во всем поддерживают родители. Само собой, вместе разделяют и маленькие победы. Огромная работа для того, чтобы закрыть целый кусок ориентирования экологической темы и вообще поведение в лесу детей. Очень крутая история. Происходит семейное какое-то объединение, совместная деятельность. Весело. Весело. Это вот, хоть и активно, мы устаем потом, но получаем огромное удовольствие. В таких путешествиях ребята не только приобретают социальные навыки, но и узнают этот разнообразный мир. Учатся бережно относиться к природе. А помогают на всех этапах инструкторы. Они приобретают новые навыки и умения. В плане, допустим, развития двигательных качеств, выносливости, ловкости. Это очень заметно, и у них все получается. Постепенно ребята привыкают к окружающей среде. Чувствуют себя друг с другом комфортнее. Но долгое время на одном месте юным туристам останавливаться нельзя, говорят специалисты. Это мешает сосредоточиться и быстро утомляет. Поэтому привалы небольшие. Вася 11. Уже 6 лет он воспитанник синей птицы. Не пропускает ни один кружок. Как тебе поход? Нравится? Нравится. Это мое испытание тебе понравилось? Колечки. Колечки. Колечки нравятся нам. А этот этап – показания первой медицинской помощи. В роли пострадавших родителей. С обработкой ран ребята справились успешно. Баласки за мной. Это не баласки, это хвосты. Коды за мной. Дальше задача посложнее. Собрать хворост для костра и разбить палаточный лагерь. Костер разводят, сами жарят сосиски. Ну, все, что нужно в походе, дети, как говорится, это все навыки приобретают в рюкзачке. Здесь вот как находка, и детям прям это нужно. Разрабатывали маршруты опытные инструкторы. Наталья Онищенко, педагог с большим опытом коррекции поведения особенных деток, предусмотрела все нюансы. Чтобы путешествие было увлекательным и безопасным. Детки все разные, и достаточно такое большое расстояние не смогут пройти. Я учитываю то, что какая возрастная категория, какие дети сегодня будут в походе, какая группа. Я иногда сокращаю поход. Этот поход был завершающим. Всего за сезон их провели 12. Участие приняли около 50 семей. Теплые дни заканчиваются, но фотографии и приятные воспоминания будут греть душу еще очень долго. Алена Хлудеева, Вадим Кулинич. Программа «Такой день» на Мире Белогорье. В завершении поговорим о прекрасном и перенесемся в Старый Оскол. Там работает международный интерактивный проект ArtLifeFest, который реализуют при поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В экспозиции более сотни картин, а в целом выставка полна особенностей. Каких знает наш корреспондент Оксана Черных. В день открытия ArtLifeFest в экспозиционном зале много молодежи. Организаторы увлекают квестом. Одно из заданий – нарисовать любой образ. Все, что приходит в голову – это своеобразное напоминание. Все мы – творцы. Я творческий человек, я ищу художника, ищу манеры. Именно манеры, как он изображает, как он отображает свой характер в картинах, натуру, мазки. Все интересно увидеть. Не только увидеть, но и потрогать. Часть работ на выставке с тактильными станциями. Сопроводительная информация шрифтом Брайля. Есть и аудиогид. Большое внимание уделили именно инклюзивным программам. И в этом году мы доработали. Наши тактильные станции стали расширены. И появился аромат. Тактильные, звуковые, обонятельные ощущения соединяются с дополнительной реальностью. Это еще одна особенность проекта. Часть картин оживает, как только наводишь на них камеру смартфона. Это один простой из способов, как можно еще и привлечь, и показать, как может быть, по-другому. Потому что мы все привыкли просто приходить в музей или на выставки смотреть искусство. А здесь мы еще можем с ним взаимодействовать. Заряд цвета или монохром. Сложная графика или легкий – отчасти наивный взгляд на мир. За каждой картиной – история. Иногда мы должны понять, что интересует современного человека через выражение его в искусстве. А иногда нам просто хочется своих впечатлений, подтверждения этим своим впечатлением в работах художников. Классическое искусство, к которому мы привыкли, следуя каким-то там истокам, соблюдая всю технику, принятую в художественной школе. Современное искусство – это здесь и сейчас. И это немножко, как мы видели, одну из медийных инсталляций – это техника будущего. Каждого цепляет что-то свое. Мотивы из детства или юношеских воспоминаний. А может, нечто философское. Мне вообще очень нравится искусство, разные проявления творчества. И сейчас у меня уже есть приоритетная картина пока что. Это картина «Связь», где художник накладывает одну фигуру на другую, мешает материальное тело с духовным, с чем-то внутренним. Темы и образы всех картин, которые меня зацепили, они будут бесконечной жизнью, допустим. Или, допустим, у Алишера Кушакова Ньют. То есть суть человека, который ты можешь разглядывать бесконечно и находить какие-то новые нюансы в этом человеке. Международный интерактивный проект будет работать до 30 сентября. Для посещения необходимо зарегистрироваться на сайте культурной платформы «Арт. Окно». Оксана Черных, Дмитрий Жиликов. Такой день на Мире Белогорья. И еще одна информация. Сразу после выпуска смотрите на Мире Белогорья запись вечернего эфира Вячеслава Гладкова «10 вопросов к губернатору». Ну а на этом все. Я Алексей Ерофеев. Оставайтесь с Первым областным, чтобы быть в курсе событий региона. Продолжение следует...